У нас второй четвертьфинальный матч, очень долгое было приготовление к этому событию, большая пауза, но зато мы успели с Алексеем, который будет комментировать, и я уже, я сижу уже улыбаюсь, потому что слышу Абера, его шутки, искрометный юмор, великолепные три интонации, и вот, мы будем смотреть сейчас, короче, великолепный матч. А что ты опять начал-то? Happy против фокуса, не дал договориться. А подожди, я думал, Роттердам, тот будет матч. А этот вместо ВСа стоит, да, посередине усатый? Да. Нортон Гейминг, это что вообще такое? Ну, видимо, какой-то антивирус, ориентированный на игроков. Но лучший антивирус, ориентированный на игроков, это отсутствующий антивирус, скажу вам, не то я. Вот я тоже так подумал, что... Что все, что вмешивается в ваш сетевой трафик, все, что может там сканить и забирать ценные ресурсы у компьютера, не знаю, считывать ваши клавиши или движение мышки, я не знаю, что антивирусы еще могут делать, это вам только может помешать. Я могу посоветовать, в принципе, один антивирус, и вас сдает... Касперский, даже. Одна из старейших IT-компаний мира с огромными бюджетами. Да. Microsoft. Да иди к черту. А как же RockSkiss, Абвер? Я помню Алексея, такого наивного, который мочил, играл в StarCraft 2. RockSkiss. RockSkiss, RockSkiss, RockSkiss. Ах ты, блин. Ну хорошо же было, что ты начинаешь? Хорошо. Ладно, поехали. У нас Best of Five. Хэппи играет за Undeadов. Дмитрий Костин. Это легенда, машина. Акалиты в чате поклоняются ему. Но самый неприятный... Что еще, кто? Где в Эппике? Да сейчас появится. Сейчас появится. И самый неприятный из оставшихся противников попался с ним в первом же туре. А именно Фокус. Легендарный тоже игрок. Всегда. Второй, третий, всегда. Но опыты у него, наверное, лет 18 профессиональной игры в Warcraft. У него жопы-то больше, даже, чем у тебя или у меня. Да, да, да. Да, согласен. Ну что, Алексей, ты выступаешь вроде... 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 Вроде в роли как эксперта. Потому что твои две основные расы — это Undead и Ork. Именно за них ты наиграл больше всего, правильно? Нет. Но не суть важна. Зацени билд какой. Форсилер Грант и Быстрая Мельница. Она же не Мельница. Хорошо. А вторая твоя раса Хуман получается? Или что? Ты все-таки за Хумана больше, чем за Орков наиграл? Да, наверное, по опытности все-таки у меня Undead, Хуман, Орк, Эльф. Вот так. Понял. Ну, жалко тогда. Спасибо, что пришел. Да, давай. Мы с Хулиганом очень много просто тренировались, обсуждали, и как-то вот... Это много в плане Хуманов дало и по страткам, и по всему остальному. Зачем он делал лесопилку и одного Гранта? Скажи. Для темпа криппинга, скорее всего. Это да. Я думаю, еще придет время, когда Орки вообще перестанут быстрого героя делать. А, типа билл у старого Граби какого-то там или что? Когда там? Да. А, или ИС-2 на 2 классические билды. Мне кажется, всем сейчас просто немножко в падлу рассчитывать, как будет выгоднее там на 2-3 секунды. И вопрос весьма спорный, там и по экономике, и по темпу, и так далее. Но не уверен, что есть какой-то смысл вот этого Гранта делать, который потом уйдет на мясо сразу. Ну, то есть он не жилец, очевидно. С ним и контролить неудобно, и как бы его отфокусят сразу, потому что он впереди должен идти. А если он впереди не идет, то какой в нем смысл? То есть он чисто для криппинга стартовал, а это все-таки 200 золота. Да, у Хаббища что-то возникло во время игры. Что-то, 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 что-то не так. Типа водички мне принеси, мальчик. А, салфеточки. А, у вас тут... Уберите, пожалуйста, Андеда с экрана мне. Ой, в смысле Орка с экрана. Ему не понравилась ситомка выпавшая просто. Плащик мне замените. Убрал быстро. Но на самом деле на лане гораздо сложнее играть и показывать скиллуху, чем оффлайн. Для многих, по крайней мере. Пинг тут, конечно, идеальный, нулевой. Но можно заметить, что некоторые игроки начинают довольно сильно мискликать и так далее, потому что сенса немножко не твой монитор и немножко не те ощущения. Ну, по крайней мере, у меня всегда так было. Я замечал, что многие страдают от этого. Это стандартная на самом деле тема, потому что ты можешь выстроить сенсу, если винда стандартная, там, или если у тебя есть свой собственный софт, но тебе нужно учитывать еще диагональ действительно монитора, потому что, ну, потому что привычка есть. Совсем жопа с этим была, потому что там от 14 до 21 были мониторы, и все с разными разрешениями, и разными диагоналями, и разными этими... Частотой обновления, и всем-всем-всем. Раньше вообще тяжело было. Сейчас это попроще все-таки. Но опять же, никто... Дома играешь, там, на 27, здесь 24, где-то 23. Тяжко. Предлагается привозить свой монитор, корм, стул, клаву мыши, кота, тогда все нормально. Ну, вспомни адвоката, который единственный добился чего-то на первой Старкрафт-сцене, и он на ВЦГ именно приезжал, покупал монитор такой же, как будет на ВЦГ, и неделю тренил на нем. К вопросу о том, насколько это важно или не важно, это чертовски важно. Да, со временем ты разыгрываешься, то есть здесь уже, скорее всего, и фокусы Хэппи привыкли, и уже разыграны, привыкли вот именно к этой Старкрафте. Но в первых играх это прям значительно может все поменять. Ну что, покрепились до третьего левела, все стандартно. Да, ровненько. Мне почему-то показалось, что фокус уже мог красную забрать частично, вот вместо того, чтобы пробегать. У него было время... Мне кажется, Хэппи бы сконтролил. Хотя с иллюзиями, да, возможно. Отправить иллюзию в одну сторону, попробовать забрать красненькую. Со вторыми волками хорошо, можно уже харасить. Хэдхантеры возвращаются домой для того, чтобы присоединиться к Таурену, и пойдет криппинг уже второго героя. И, собственно, мы видим Т3, стандартный выход в Берсерков, в третьего героя СХУ, и, возможно, в Эксп. Хотя в Орке что-то не торопится сейчас ставить экспант против андедов. Но тут надо тайминг подловить, когда ты плюс-минус на полтосе, и у тебя есть возможность сделать там дополнительно несколько хэдхантеров или экспант, и, очевидно, уже экспант проще воткнуть. Плюс дерево же, сейчас проблемы с деревом, хочется много чего сделать. Нужно грейд на Берсерк третьего героя, грейд на Кадоя, самого Кадоя, экспант стоит дерево, грейды стоят дерево, хотя бы там на атаку. Плюс желательно Фортифайт еще сделать, но не обязательно на этом обычно экономят. Короче, надо еще добыть прилично дерево. А, Шреддера покупать нельзя, потому что слишком много тогда лимита, на него уходит ресурс. Все на тоненького достаточно. Так, а по предметам у нас вообще голяк получается, да, пока что? Ивэйжен не особо нужен, хотя Хэппи его не будет продавать, скорее всего. Ну, ивэйжен не самый плохой, да, кстати, Итам. Да. Может, тут чисто физуха. Блин, фокус забираю красную, да. Что видишь? Чтоб Хэппи отдавал красную точку. Да-да-да, это большая редкость. Тут просто больше рандома возникает, если ты не контролишь, если не пытаешься что-то с этим сделать, то тут как повезет. Что за артефакт? Вардрамс, пожалуйста, ненужный. Раньше работал, сейчас не работает. Пока Кадоя нет, в принципе, нормально. Да. Ну, у него Blacksmith есть, лесопилка изначально есть. То есть, вопрос Кадоя — это не вопрос времени. Ну да. Без Веринца он тоже играть не сможет, потому что без райдеров против контроля Хэппи играть — это, ну, такая тема. Не, ну, слушай, у них Scroll of Speed, Hex и Stomp. У него довольно много контроля. Ну, я понимаю, что ты просто... Да, Hex он задиспейлит, этих откайтит, с дестройерами будет летать. Ну, нереально вообще без райдеров контролить им. Именно против Хэппача, против стандартного пацана еще можно. А то тут Сайленс на Таурена, Диспейл на Хекс, и... И ты такой, опа, а чё ничего не умирает-то? Можно мне что-нибудь убить? Хороший Койл. Таурена третьего нет. О-о-о, Scroll of the Beast. Хэппи, здесь не надо сражаться, мне кажется. Ну, дестройера нет. Зачем он? А, он хочет Таурена просто убить. О-о-о-о, минус Тауреша, хорошо. А у Таурена не было инвула? Вот и Грант бесполезный. У Форсира, у Форсира был инвул. У Таурена не было инвула. Ну, это... Ну, всё, вот это то, о чём ты говорил. Это косяки, которые просто... Он передал его, типа, но... Он передал его? Зачем он его передал? Подожди. Он ничего не делал, он даже не делался. Смотрел, инвул слева у Таурена сейчас. А-а-а, нет, он сейчас успел, видимо, передать. А, он, видимо, сразу передал потом. Всё, чётенько, четвёртый ДК, минус рейдер, какой-то енот. Но там нет третьего Таурена. Всё, отлично, Хэппи не должен отпускать вообще. Отсюда. Никаким макаром. Вот, мне на самом деле очень понравилось, как американский этот орк, как он... Хитман. Хитман играл. Он классом явно пониже фокуса, но... Он сыграл гораздо чётче, он гораздо лучше тайминги чувствует, когда можно драться, когда нет. Даже если бы инвулл был у Таурена, мне кажется, это так себе драка была бы. Вот это уже получше, кстати. Минус винт, минус рейдер. Рандомные крипы помогают снизу, пока не совсем понятно, что... Ну, здесь Тауренча, зачем, кстати? Двойный улла. Двойный улла у Таурена. И, кстати, после инвулла не замазал Таурена, не пропил ману. Не, расконтроливает вроде Хэппи. Телепорт пошёл. Всё, чётенько. И повозку не добил. Очень странно у фокуса с контролем. Ну, чтобы корейский орк прожал инвул, но при этом автоматически не замазался и не выпил ману под инвуллом, ну, чтобы эти, там, 10 секунд, пока он будет неуязвим, там, 7 секунд инвулла, и ещё парочку, пока его не отфокусят, не лечиться, это очень странно. Это половина фишки вот с этим инвуллом. Типа, первое — это сайлент снять, второе — не дать отфокусить, а третье — успеть полечиться. Сколько он полечится за 10 секунд? Этой мази. Там дофига, на самом деле. Там больше 100 хп, мне кажется. Ты не знаешь, сколько он лечит? У меня там что-то 225, но я не помню, за 20 лет эти секунд он делает, или, не помню точно. Там 3 зарядов, хотя, чёрт его знает. Сейчас напишут товарищи в чатике. Кадоя нафига разменял нормально. Ну, ТП он ещё разменял, к сожалению. Но вообще всё хорошо, да. Маны просто не было ни у леча, ни у дровки. Хотя у декабы... Не так плохо. 400 хп за 45 секунд, то есть всё-таки, ну, приблизительно 10... Ну, сотка, да. Да, 10 секунд. Секунду. А у кого 225? Это, видимо, у Хуманов я замазку перестал. Хуманов 45 секунд, 225 вроде. Ну, а у Ешная, правда. Да, Рэда. Третья Грейт на атаку делается оркам. Да, ну у него леса вообще нет. Ему не до экспанда, конечно. Хороший артефакт, кстати. Да, мне, в принципе, ну, именно сочетание артефактов нравится, что у него и у ворота, и броня, как бы. Танковые ребята получаются. Сейчас можно посражаться. Оп, минус рейдер. Как же фокус, не начав драться, разваливается. Ещё минус рейдер. Сайлент, фокус по Таурену, инвул, сплит. Ой, закопался пауком, ты видел? Ну, да, ну, это классик. Только одного финда. Только одного финда потерял от этого врыва. Ну, всё, сейчас инвул есть, нет? А, там бронные браслеты у Таурена, хороший артефакт. Он ещё и ДК, смотри, подконтроливает, хотя мне кажется, он такой танковый, что можно спокойно впереди бегать. А, это минус Таурен, кстати. А почему он не кинул в Таурена, в койл, не убил его? Странно. Мне кажется, он уже понял, что выиграл. Он предпочитал спасти своего финда, чем убить Таурена. Вообще, третьего. Ну да, Таурена ещё убьём, а финда уже не воскресишь. И спасти, да. Блин, хорошая логика вообще. Логично. Очень уверенная игра, всё ровненько, хорошо. Мне почему-то показалось, что фокус в тот момент, когда в центре прожал Scroll of the Beast, у него реально хорошая была ситуация для того, чтобы посражаться. Ну, типа, пока дестройеров нет, пока у тебя Scroll of the Beast, да, там Таурена третьего нет, но... Но оказывается, нет. Если бы он прожал инвул, там могло как-то по-другому закончиться, но отдав просто Таурена на ровном месте, это вообще как-то прохладно. Вот если фокус будет остальные игры так играть, это будет быстрая 3-0, конечно. Да-да-да, тут не за что зацепиться, шансов вообще никаких нет у него. Хэппи спокойный, целеустремлённый. Фокус может сделать нормально. Притом, заметь, вот у Рена ещё и плащик был. Ну, там же всегда должно быть... Ну, подожди, там же... Он что, у Андеда просветка? Да, я что-то подумал, должна быть, а нет, зачем ему просветка. Нет, вообще нафиг мне нужно против Блэйда только если... Да-да-да-да-да. То есть он как-то не сориентировался максимально. Но он, скорее всего, думал, что инвул есть. Он подумал, что передал, а не передал. Он даже не попытался форсиром что-то сделать. Хотя у него было время, вроде как, чтобы оценить предметы у Таурена и увидеть, что там нет инвула, и форсировал не так далеко. Да нет, ну, тут реально разница в исполнении, самая большая разница в исполнении. Один ошибается методично, другой почти никогда не ошибается. Вот и всё. Фокус не Лин далеко. Ну, тут сложно поспорить. Лин это как... Образцовый, наверное, орк. Лин это как фокус, когда фокус в хорошей форме. Ну чё, ну фокус может сыграть как Лин. Но Лин всегда играет либо как фокус, либо лучше. Угу. Ужишь, вторая карта. Тайт Хантерс. Фокус, фокус. Не самый лучший старт для этого. У них тоже есть, видишь, такое выражение фокус-фокус. Прям, угу. Один в один. Ну, слушай, с учётом влияния русскоязычного комьюнити на Варкрафт, у них могут быть очень много всяких выражений, таких же, как у нас. Я думаю, это универсальное всё-таки. Хотя чёрт его знает, я не знаю, откуда оно пошло в целом. Я несколько раз открывал вот этих ребяток и их трансляции, и слышал там матерные русские выражения. Давай, ну, в смысле, там есть и цензурные русские, но да, бывает такое. Ну, давай-давай, это когда они комментируют. Чёрт, как живо. Бешеный эльф такой всё время косплеит всех. Соник. У тебя с памятью. Или ты Варкрафт особо не смотришь. Что-то Соника вспоминаешь. Кстати, Соник у нас появится сегодня тоже на трансляции в качестве эксперта. Вы, кстати, чем-то похожи по темпераменту, мне кажется. Мне тоже так казалось всегда. Нас часто путают. Я очень плохо запоминаю никнеймы, и я очень в последнее время мало плю. Поэтому у меня немножко заторможенная речь бывает, и проблемы с памятью. Старенький стал? Особенно против фокуса, ты знаешь, что скоро будет. Ага. Хорошо. Нет, ничего хорошего, на самом деле, Михаил. Ну, спасибо. О, смотри, заготовочка от фокуса. Прибежал. Криппингу. А что он сделал здесь? Ну, чё, подхарасит. Ну, а как? Про ластхи там комментаторы рассказывают сказки. Блин, ну так. Перебить автоатакой Койл вообще изя. Особенно против Хэппи. Это сложно вот. Оп. Что это было? Ты видел? Да, это... Это, наверное, первая ошибка Хэппи за эти две игры. Нет, Хэппи пытался обмануть. Видишь, он как бы замахнулся добивать. Фокус понял, что добьет, переключился. Хэппи решил, о, ну раз переключился, можно не добивать. Чё, зря пацана мочить. То есть он думает, что в следующий раз, когда форсир замахнется, он всё равно его сможет задинаить, если это понадобится. Блин, это вообще новый уровень. Блин. Это может быть даже правдой. Ну да. Хэппи заморочен на таких вещах. Но в итоге что-то пошло не так. Я вижу, по карте Грант отступает там на лечение, о ретурн-то базе. Правда, тут вроде фонтан есть. Тут фонтан? Нет, тут, кажется, у меня фонтана. Нет. Вот там сверху магазин, да? Угу. Или лагерь наёмников. Нет, подожди, где сверху? Там маркетплейс. А слева обсерваторы. Ну да, но я говорю магазин. Маркетплейс — это же магазин. Рынок. Ну, рынок, да. Просто шоп тогда был тоже с ним, надо что-то делать. Но у нас два магазина получится, и конфуз. Не, ну, да, магазин — это у всех. Император не ошибается, император одаряет форой. Великодушие. Император не имеет границ, мы это все знаем. Но что-то, кстати, ему тут не особо приятно с таким битом такой. Да, да, да. Регенятся на земели. И фокус отрезает. Можно даже купить, наверное. Думаешь? А он пользуется этой штукой? Он бутылку купил на Тедуа. Я думал, ты про базовый реген какой-то говоришь. Он редко, но, бывает, покупает эту регене рашку. Магазин-то рядом с домом, говорит Вилли Гоу. О, и Рейнджика второй против Хэтхантеров как вариант. Там же у нас другая последняя была. У нас был Лич Дарка, а не Дарка Лич. Да, но на этой карте почти все, кстати, Дарку второй берут. Типа, крепится удобно или что? Ну, и X-Lore тот же брал, помнишь? Помню. Вчера. То есть ты смотрел все-таки? Нахарасил. Ну, я... Так. Моментами, да. Я уже в записи смотрел. Ну, минус два Хэтхантера — это уже большая проблема для Орка. Возможно, действительно, там кто-то говорил, надо было ТП прожать. Но он даже, прожав ТП, потерял бы минимум одного Хэтхантера в той ситуации. Поэтому... Мне кажется, ТП тут вообще суперважно для того, чтобы Орк себя хоть как-то нормально чувствовал. О, неплохой чайник и этот. Хотя там не было Койла. Забавно, насколько это сильно повторяет игру как раз X-Lore, да? Угу. Там тоже чайником добит был Крип, там тоже несколько Хэтхантеров было потеряно. Вот на ранней стадии. Хэппи что-то стырил. Главное, Таурен тут попытался добить, но шансов у него было крайне мало, но он пытался. Бедолага. Ну, вроде как немножко фокус разыгрался. А по каким моментам ты это видишь? Ну, чайником добил, там не затупил. Так, что-то покликивает. Пытается. Капец, а вот это вообще наглость. Но это называется... Ты играешь против более сильного соперника и знаешь об этом, поэтому рискуешь. Не, ну, что-то. Это наглость, конечно. Ну, вот в этой ситуации он, по крайней мере, может поражать ТП до того, как... Начнутся проблемы из-за того, что здесь все видно. Да, хайр и... То есть тут есть ауты как раз. Максимальное отчаяние это еще подровнячка купить, знаешь, здесь. Залететь и одновременно еще подровнячком попробовать забежать. Опа. Ну, вот сейчас он хочет ТП на ТП развести, насколько я понимаю. У него настолько битые герои. А у него тайминг еще Т3 нету, если убьет дух Акалитов. Надо только Таурена сразу высадить и стомб дать. Ну... Там второй уровень, он даже не взял стомб на втором. Красиво играет. Он, он улетел. Там запасной Акалит или я... Нет, нет, минус один Акалит. Нет. Как можно было с таким задропом убить одного Акалита? Я не понял. Но он не взял стомб, он второго Таурена, он что, вейв оставляет за собой право сделать или что? Ну, типа того, да. Пытаться в райдеров развод играть, что ли, или зачем? Очень, очень странно. Но сам по себе маневр стоит отметить, потому что он по таймингу был очень... Он, во-первых, смелым был. Возможно, даже Фокус посмотрел какие-то игры и увидел, что у Хэппи... Там, может, разведки в этот момент нет, может, он по-другому к репруту идет. Черт его знает. Несколько интересных фактов. Во-первых, спасибо, неизвестный. Хокус-покус, американский фильм 93-го года. И да, я на одну серию. Представляешь, 93-й год. Да, я помню 93-й, как сейчас. Появляются уже сникерсы в киосках, пиво в банках и прочие радости. Часто пивасом баловался со сникерсами? Ну, слушай, я в Оркоте жил. Да, мне было 9 лет в тот момент. Не, ну я помню все эти вещи. Сколько отжал, столько и баловался, да? Или как у вас было положено. Подождем. Жвачка Турбо, да. Жвачки Турбо. Том и Джерри первые, первые видеомагнитофоны с мультиками, которые внезапно можно смотреть не просто во время «Спокойной ночи малышей» или там где-то на выходных, а просто «Анлим». Приходишь в гости кассеты. Кассеты не с мультиками, случайно нашедшиеся, да? Да. Юпи, Юпи, Зуко. Зуко для мажоров. Юпи для всех остальных. У моего друга из-за границы были еще более мажорские эти шипучки какие-то. Они сейчас продаются от этого, от всяких, ну, в тубах таких, пластиковых. Они стоят рублей 300 за 10 штук. То есть в тот момент это вообще было что-то супер-лакшери. Ладно, давай мы сейчас можем два часа ностальгировать по 90-м. Ну, пока тут вроде они стоят. Ладно, давай про инвайт. Инвайт вообще маленький пакетик, там такая концентрашка была страшная. На два литра разводиться. Просто добавь воды. Водки. О, а вот скролл за бис для хэпи, это огромная проблема для орка, потому что, ну, никак ты не законтришь эту вещь. Ну, вообще скроллов спит и дать дёру. Какой стон? Минус финт, 47-46, у фокуса деньги скапливаются. Он и инвул не купил тура, но как можно без инвул, он же не подойдет больше. Мистра подрезал, очень хорошо фокус. Ой, Сайленс, какой на замах, там уже Таурен на одну ногу встал, ты видел? Так в этом-то и прикол, что без инвула ты не можешь стомпы дать. Это даже не только для выживания, ты просто не можешь никак стомпы дать, потому что тебе на подход Сайленс дадут. Тут не надо быть хэппи даже, чтобы это сделать. А если ты хэппи, ты точно это делаешь. Сайленсом попасть под бегающему тура, но не шибко сложно. Инвул, говорят, в самом начале прожрал фокус. Да, возможно. Посмотрим. Здесь у него уже нет. А заметьте, у него реплэшмент поушин есть, он ловит сейчас Койл, пропивает реплэшмент, и там последний выстрел паучков перебивает реплэшмент. Какая досада. Он может быть, я же то, что поможет выезжать. Дирижабль еще висит, кстати. Палец свой экспант. Но, не знаю, пока выглядит как-то бесшансово совсем. Да, да. Как будто фокус вообще не в курсе, что нужно тут, чтобы победить. С точки сбора, косяк. Хилл не прошел в рейдера. Скелеты вторые, здоровые. Тоже хрен проберешься через них. Дестройер диспол на волков. Хэппи отступает, но это перестраивается он скорее просто. Бонгрен застрял просто. Ё-моё. Не, ну хочется посмотреть все-таки на не сухую, а получится сухая. Сухая. Ну, стандартом он точно не выиграет тут. Тут просто забейте. Какой стойк. Все финды ушли от стомпа. Офигеть. Конечный. Хотя нет, Тарк Рейнджерка минус. Крест передал. За Станиному-то можно передать крест нормально. Вот один из плюсов креста по сравнению со всякими бутылками. Что тебе не нужно, чтобы герой был в здравом уме и твердой памяти. Даже если она ничего не соображает, ей там хопа крест, так суют в карман. Он такой опа, нормально. Вот тебе крест, да. Класс. Там у ДК просто... Да, что-что-что. Классирование лютое. Ну, можно было бы тут о чем-то поговорить, типа, покомментить, как же он мансует, как же он мансует. Но тут Хэппи все хорошо делает, а фокуса нет. 2-0. Без шансов. Вообще, не... И это, типа, самый неприятный его соперник на турнире. Ну... Я думал, что фокус будет, типа, там, Блэйда пытаться как-то обузить, знаешь, старые стратки применять. Может, там, четыре когти соберет, порубит. Если бы он его перепутал. Явно. Да, не, ну, а что, фокус никогда Блэйдом не играл, хочу сказать. Ну, он же меньше, он же фанат, он же старовер. Фокус не линдер, это... Ну, и мета другая, конечно, сейчас. Которая, вроде как, позволяет Оркус сражаться нормально с Андэдом. Да. У фокуса... Множество микромоментов, но вот здесь. Что-то, почему не стомп его? Почему он не взял стомп и не сделал стомп? Минус 2 калейта сразу же было во время грейда на Т3. И высаживаешь Таурена через клик, всех остальных потом сразу за ним. Ты делаешь стомп, даже с реакцией Хапача... Ну, невозможно убрать 2 хакалитов. И все, это гарантированно минус 2 хакалитов. Да. Это не микромомент в данном случае, это там минус 300-400 голды, наверное. То, мягко говоря, существенно. Да, но залет был хороший, я согласен. Согласен, очень хороший залет. О, залет четкий, тайминговый вообще. Шик. Просто он принес не совсем те плоды, которые ожидалось. А, он еще телепорт получил. Он развел на телепорт. То есть у него дирижабль еще окупился при этом, при всем. Как видим, это даже не близко было. Это... А что они? На перерыв? Да, опять перерыв. 3-2-2. Через 3 минуты вернемся. Друзья, всем большой-большой привет. Добрый вечер. Мы продолжаем смотреть этот третий игровой день DreamHack Warcraft. Второй четвертьфинальный матч. Фокус против Happy. Они еще будут доигрывать. Но тут вопрос формальности скорее. Потому что вероятность фокуса сейчас проснуться и взять 3 карты подряд, мягко говоря, низкая. Комментит, соответственно, Леша. Бывший профессиональный игрок во все. Всем большой привет. Особенно тем людям, которые на ГГ сидят, смотрят. Вот. Ютубчику тоже отдельный привет. В основном я слышал много. Хочется интриги. Все-таки хотелось интриги. Хотелось борьбы какой-то. Но тут не получится ее. Фогич будет? Тебя спрашивают, Михаил. Фогич следующим будет. Да, Фогич будет следующим. Я вам ссылочку потом кину. Не, ну это как-то совсем вяленько и без шансов. Мне кажется, Хитман с Хэппи гораздо бы ближе сыграли. Мне кажется, Хитман не дойдет до Хэппи. Вполне возможно. Ну, даже скорее всего. Но если не сразу, то, ну блин, не знаю. Сока может выиграть, мне кажется. У вас тут такое впечатление, что фокус просто, ну, вообще другого уровня. Что странно, вроде как тут все топовые. Ну, он и в группе ошибался у себя. Довольно часто. Ну, вышел же. Ну, вышел, но... Там близкие игры. Сначала проиграл Лалайту, потом за квоту, за вторую, причем выиграл его. И тоже там 2-1, насколько я помню. Ну, то есть там не было впечатления. Вот когда первый раз мы посмотрели, как Хапач отыграл в группах, ну, мне почти сразу стало понятно, что если вот ребята будут играть так же нестабильно, а он стабильно, то там разницы нет, кто там будет. Это Фоги, Мун, все косячили. Фокус тоже. Шансов нет. Помню вот игры Лина с Хэппи, когда создавалось впечатление, что я, блин, бы очень не хотел с таким Лином играть за Undead'ов, когда там он Блэйдом везде бегал, все нарезал, все разведывал, перехватывал там дотекание тележки, все время под инвулом что-то резал. Если ты там Коэл дал фендаун, сразу же тут же врубал Фокус по личу, прям моментально разводил на инвулы, ну, прям вообще пот-потно, и там были супер близкие игры, но там, блин, делал какую-то фантастику совершенную, это были невероятно близкие игры. То здесь Фокус делает такой стандарт еще с пачкой ошибок, типа ни передачи инвула, ни прокачки стомпа против околитов и иже с ними. Да, Лин мог бы оказаться на этом турнире, если бы не женился на китайской дочке миллиардера. Люблю повторить эту фразу, потому что китайцев по каким-то причинам не выпустили. То ли из-за прививок, то ли из-за чего-то, в общем, ни 120-го, ни Лина, корейца, который живет в Китае, не выпустили. Сейчас я убегу на одну минутку, Леш, самостоятельно давай, можешь все что угодно творить, в конце концов ты хозяин. Ой, как хорошо пойду по баню людей. На самом деле, если бы я женился на дочке китайского миллиардера, я бы не очень сильно страдал от того, что я не попаду на DreamHack и не смогу выиграть 10 тысяч долларов или сколько тут призовой. Я бы, конечно, немножко посидел в своей Ферраре, поплакал, но в общем и целом я бы смирился, и все было бы хорошо. Ого, уже начали. 6 тысяч 456 зрителей, офигеть. 50к за первое место, ну копейки, да. На шины новые хватит, может быть. Фокус. Я хотел сказать, фокус против Хэппи, но что-то у них такие задержки между объявлениями, жесть. Нарро. Он же Хэппи. Так, перевели уже гульку на лес поближе. И теперь Хэппи слева, а фокус справа. Это поменяет ли это распределение сил? Шэллоу Грейв. Очень похожая карта на предыдущую, именно по самой мини-мапе. Можно запутаться, ужас. Нетов. Ууу, Леша разошелся. А что такое? Что такое? Все нормально. Хорошо. Призовой тут я узнал какой, офигеть, конечно. Да, не было никогда турнира в Варкрафте с таким призовым, прикинь. И они вот напоследок, перед Ливом, ESL с... Много бюджета осталось, надо освоить. Да, да, надо скинуть это все. Они же планировали изначально активность на три года, с момента выхода рефорж, но, к сожалению... К сожалению, случился Близзард, я понимаю. Когда Близзард заставляет их кастить на новые графики, а потом в старой графике, знаешь, реплеи 100 тысяч просмотров, 200 тысяч просмотров, новая графика 5 тысяч просмотров. И комментарии типа, горите в аду, как это можно смотреть, что за фигня. Ну, действительно, на новые графонии смотреть, это просто минус с глаза. На ВЦА, говорят, 100к было. Это самый близкий. На Галде вроде 80 с чем-то тоже было. Но 130... Ты, наверное, кастил новую графику же ты, да? Привык к ней потихонечку? Нет, нет. Я кастил, но не привык. То есть она потом уже считалась... Ну, то есть я уже понимал, что происходит в игре, но... Чувствую дискомфорт не уходило. Да-да-да. Были моменты, когда... Кидается, например, Риджуф, его ни хрена не видно. Прижимается Инвул, его ни хрена не видно. Патма делает, например, какой-нибудь Старфол, и от него тоже такие какие-то хвосты непонятные. Короче, это было... Было очень много сигналов во время игры, они напоминали, что это не то, это неудобно, это не воспринимается так, как мы привыкли воспринимать, к сожалению. А тут в Варкрафт же не столько про графику, а сколько про то, чтобы с комфортом проводить время и понимать, что происходит вокруг. Нам эти полигоны не нужны в стратегиях. Собственно, поэтому тут все такое яркое и контрастное изначально, чтобы все было видно очень хорошо и различимо. Ну, ладно, вдруг фокус все-таки сделает чудо и устроит нам интригу. Посмотрим. Ну, лично, если турнир, который имеет статус похорон, выиграет Undead, тот пишет. Хорошо. Ну, Undead и за историю-то много всего успели повыигрывать. Ну да, но меньше всех. Да? Ты смотрел, да эту статистику по разам? О, Стрел Вард, смотри. Неплохо, кстати. С учетом особенно того, что дастов он не покупал. Двойное применение может быть. Еще и у Хэппи же дастов не будет, чтобы это снять. Странно, он его поставил. А, у тебя нормально поставил. На выход. Undead. Вот Грант-смертник вообще. Ну, он и поглощал много урона. Он не такой уж и бесполезный. Слушай, надо посмотреть, что вместо получилось бы. То есть там наверняка есть варианты по билду. Я же тоже это самое наркоманил в свое время, как ты помнишь, когда понял, что один герой, если ты не идешь карасишь, тебя идешь крепиться, нет его смысла делать первым ранним. И все. Плюс, если у тебя барак чуть пораньше, вот как будто ты играешь через нейтрального героя, тебе гораздо сложнее с тех же самых двух склепов зарашить или какую-то агрессию с застройкой привести. Поэтому... Да, тут не совсем понятно. Что, не будет даже пытаться волком подбло... Блин... Ты видишь это? Капец, фокус пип просто. Ребят, ну это даже не... Ой, я не заблочил, да ладно. Это не уровень. Это не уровень. Это максимально несерьезно. У финда здесь заблочить волком, это было реально легко. Вот. Это не средне, не тяжело, это прям легко. Финда блочить волком, это очень легко. Ну, и Декута можно было, Декута, конечно, посложнее, но... Да там даже особо попытки не было. Он тыкнул куда-то не туда и сдался. Ну, пока у нас там второй... Да, 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 рассказывай. Не привык, может, как раз. Может, у него как раз дискомфорт от игры не в своем месте. Может быть. Хэппи чё-то незаметно, что у него есть какие-то проблемы с этим. Он там расстелил свой ковер 2 на 2 метра и фигачит, как обычно. Хэппи ошибся, говорит Хамми, не в том месте просветил глаз. Ну, бывает. Это не такая грубая ошибка. Тем более, там глаз уже заканчивается, я не знаю, зачем его сейчас светить. Кстати, он же... Хотя бы золото давали. Откуда я это взял? А-а-а, датирок! А-а-а! Сколько тебе часов наиграно в дотке, скажи мне честно? Только честно. Не очень много. Ну, сколько тысяч? Ну, меньше тысяч. А-а-а, так всё нормально тогда. У меня чуть больше двух. Не, я по меркам дотеров вообще новичок. Что светанул Хэппи, как ты думаешь? На ручку. Наносить. Что-то он светанул. Светанул класс, наверное. А-а, ты имеешь в виду арбой? Да. Кристалл Бомб. Не экспант. Моим может. Мне тоже, думаю. А чему на мейне нужно? Убедиться, что там хэдхантеры в берсерков идут? Хорошо вопрос. По карте вроде ничего не светило. Да. Нигде нет округлостей. Как думаешь, это можно изменить, чтобы он стал более юзабельный? Чаще, чаще. Не 45, а там 20. Или разрешит передавать его. Ну, это... А, точку светанул где ТЦ. Блин, прочитанок. Хорош. Спасибо, Хэлфи. Если надо койл тратить второй. Нет. Нет? А, уже нет. О, хиллпот. Хиллпот какое-то время. Хиллпот четко. Хотя там вообще хилингвард. Халява. А тут есть что покрепить. Можно сразу на красную пойти сейчас. Инвиз! С выпавшим хиллвардом. Он готов сражаться прямо сейчас. Вот это уже ближе к теме. С инвизом, с инвулом, с замазочкой. И рунные браслеты есть на ТЦ, кстати. И Крипджек. Не замазал, правда, Торена. В смысле не замазал? Он замазал. Замазал, замазал. Ой, опасный момент, ребята. Неужели подарит нам фокус хотя бы одно сражение, где можно хоть что-то сказать? Оу. Надо стабилинг с ТП прожимать. Сетка! Сайленс! Ещё хер, хороший. Ты погляди, что творит. Врывается. А может, он разыгрывался просто? Давал фору. Создавал интригу. Стомп! Вот это идеальная просто драка. Ну, там стомп второй, он слишком поздно сделан, на мой взгляд. А так да, так, так. Дестройер страдает. Стомп! Он только в дек нормально так неприятностей даёт. 40 на 50. Тут ситуация очень хорошая для фокуса. И не забыл Дастик убить. Просветка даже есть. Чайник. Что? Дестройер может убить. У нас 5 лимита. Ещё один коэл. Третий уже коэл Дестра. В лимите солидно. Да, да, да. Дестра упустил. Дестра упустил, да. Но если бы Дестра убил, то кроме трёх героев, Ван Деда и тележки, больше никого не осталось бы. Ну, вообще, честно говоря, это... Ну, нормально же, может. Это хапачевская стихия вот сейчас, когда осталось мало юнитов, одни герои. Угу. Да, он в этом микроконтроле, как рыба в воде. Дестройер не умер, не умер, да. Но, будем честны, если бы не Book of Dead, тут бы вообще разгром был. Да. Во-первых, один стом Таурен потратил просто, чтобы его там отвязались, вот эти вот твари. Во-вторых, они ещё там долгое время какой-то урон внутри берсеркеров наносили, потому что им, ну, не хотелось отвлекаться, видимо, на... Вот. Но то, как началось это сражение, вот так по-хорошему должны начинаться были все другие сражения у Фокуса. То есть правильный Таурен, правильная позиция, наличие инвулы, и погнали. Ну да. О, а как бы Андетт не может с этим ничего сделать. Нишейду же против инвиза делать. Слишком кучеряво. Почему? Чё-то куда это он? Возможно, он увидел красную точку, что там пошли крипицы, и надеется, что он успеет... И бежать как это. Да, это очень странная тема. Капец, вот что его торкнуло, реально. Такое впечатление, что он, знаешь, забыл таблетки там какие-то выпить, не знаю. Что за решение такое? Просто он метнулся через всю карту против там лимита 40, андеда, сорбой, надеясь, что кого-то там крипджекнуть, что ли. Это было максимально странно, если честно. Притом он сорвался с такой скоростью, что не докрепил ничего. Ну, начнем с того, что он мог докрепить, потом красную точку самостоятельно взять. Такое впечатление, что он... там, противник без телепорта, он его точно крипджекнет. То есть надо... для того, чтобы такое решение принять, быть абсолютно уверенным в том, что у тебя прям все получится. Он приходит уже к моменту, когда почти все закреплено. Позиция хреновая. Хотя минус Дестройер, Сайланс на Таурене. 42-47. Уже нет такого... О, Сахат, Кодой. Фокусит хорошо. Осталось мана только на один стом. Как же разбегается Хэппи, смотри, классно. Ты видел? Да. Он умеет. Ну, что-то армии-то уже нет у Арка, чтобы как-то тут допоесить. Он закопал финдов до стомпа. Такой специально понимает, что там уже никак. Лучше закопать раньше. Минус два финда, минус Берсерк. О, а можно сейчас взять, там нет Койла. Но нет и чайников никаких. Капец. Контроль очень хороший сейчас. Причем у обоих. У Хэппи лучше. Да. Хэппи умудряется и блочить, и мансить еще одновременно от урона. Фокусу должно быть стыдно, что он не смог финдап отблочить, мне кажется. Что фокус не забывает, так это дасты покупать. Зачем ему... А, Инволен боялся нового. Но Торин все равно умрет сейчас. Если не телепорт, то до свидания. Да, телепорт пошел. Все, развал. Развал схождения. Давай еще раз обсудим это действие. Он явно увидел, что Андетт пошел крипить красную точку, и почему-то решил, что будет отличной идеей его крипджекнуть там наверху. Да, но пока он две минуты бежал, мне кажется, у него уже появилась идея, что может быть это не такая отличная была мысль. Бежать из одной его конца карты в другой, чтобы крипджекнуть. Там еще Хэппи довольно аккуратно крипился, и у него хп было мало, поэтому... Мне кажется, там он мог бы прибежать уже к тому моменту, когда Хэппи уже другую точку крипил, если бы он неаккуратничал. Сокол говорит, как же жалко орков терпит против нежити, даже фокус с катушек сошел. Но Сокол явно не в себе, как и фокус, в общем-то. Ну да, по-любому. Не знаю, но на этой половине-то больше крипов оставалось. Мог бы все, увидя инфу, что Хэппи пошел наверх, просто спокойно все запрашиваешь. Тем более, ладно, у него там герои были непроспективные, но как бы форсира игноришь, с их хаторе накачаешь. Все, все хорошо. Стомпник, но не отменял третий. Тем более, с Хеллинг Вардом красную забирать, это же вообще суперкомфортно. Удовольствие, удовольствие, да, согласен. Книжки не читаем. Большая мана, тем не менее, у Таурена, и четвертый уровень, вот, реально он может успеть красную забрать сейчас еще. По крайней мере, а, телепорта нет, возможно, сейчас его поймают как раз. Они с разных сторон к ней подходят. Ой, кстати, хорошо, иллюзии, смотри, чекает. Четко. Эм, ну, эту игру явно фокус лучше играет. Однозначно. Опять Баттлдрамс второй раз, да, у него? Угу. Замечательно. Блин, вот, Пеппи читает книжечку Агилы Даркой. Ну, у тебя единственный Агильный герой, естественно, ты будешь Агилу все передавать. Ему же выпадают носки на шесть. У фокуса перед Тауреном сила лежала, он ее просто заигнорил. Есть такое, да, дело. Сайленс хороший, Таурен сразу ловит, не успевает. Почему не инвол сразу, непонятно. Перегруппировывается, получает лечение. Сколько раз видел вот эту тему, когда, типа, с инволом до последнего ждут? Никогда ничего хорошего не бывает. Ну, во время нюка ты можешь просто инвол прожать до прилета Койла и не все впитать, что в тебя влетает от финдов. В этом смысл. Ну, все, он и не замазал его, то есть ему теперь вообще не подойти. Нет, это конец, конец. Там мана есть, лимит есть. Ну, хотя стомб не такой уж прям нулевый, но... Смысл в том, что в следующий раз, когда Таурен подойдет, он умрет. На отступлении ты теряешь там еще двух-трех берсеркеров, скорее всего. И Хэппи вряд ли будет отступать. Он просто на базе сейчас магазинчик даст бой здесь где-нибудь. Стомб на трех скелетов, как тебе такое? Да, что-то как-то это даже грустно немножко смотреть. Жалко фокуса, если честно. Бах, вот это уже хороший стомб, большая мана. Понимаю, что даже этого уровня хватит, чтобы большинство от дэдов, даже топовых, выиграть. Но с Хэппи это смотрится просто несерьезно. Уже просто развлекается тут. Ну ему ничего не угрожает просто. Че-то пятый ДК, можно подрасслабиться немножечко. Оп, хил сюда. Не, он не ретритс. Хэппи просто перегруппировывается. Это не отступление. Так, чтобы удобнее было. Ну, тут хотя бы был один момент, который был похож на что-то годное. Надо в коду я койл закину, что-то не нравится он мне. Даже не нужно, получается. Финда можно спасти еще. Кайлом было. Ой, закопал справа финда, левого подлечил. Ты видел? Я думал, у тебя один койл, у тебя два финда. Как изёвый 50к для Хэппи просто. Да, да, да. Ну нет, ну нет. Это что-то несерьезное. 3-0. 3-0. При том, ощущение, если бы они играли бы 100-7, 9 или 11. Нет, принципиально не особо ничего поменялось бы. Нолик бы не поменялся. Поменялось бы по первой. Слушай, а представляешь? Ты же этого товарища знаешь лучше. Представляешь, как Граби сейчас сидит и смотрит на это безобразие? Да. Слушай, вот Граби, если бы готовился к турниру, я думаю, с ним бы нулевого счета не было. Он талантлив невероятно. Да, Хэппи 3-0. Нам хотелось интриги. Нам не хотелось, чтобы Хапача как бы замочили. Но интереснее смотреть, конечно, когда есть какая-то борьба, когда есть какая-то интрига. И здесь её не получилось совсем. Всё, ГГ. Надо было подойти и так руку подать для поцелуя. Хорошо. Всё, фокус сливает с турнира. Давайте... Алексей, скажи что-нибудь напоследок. Что-нибудь... Что хочешь вообще? А приходите на стримы к Лёхе на Хээс. Он регулярно каждый вечер играет в карты. Мне было больно смотреть, как ты позавчера 7 каток подряд слил. Вот, я бы так не смог. Я стараюсь. Я что-то залип опять. Я не специально. Я всё хочу в Age of Empires поиграть, но... Всё никак. Нет. Два года воздержания, понимаешь? До сих пор не могу наиграться. В карточке. Играйте в Warcraft. Потому что я лично уже не могу. Спасибо, Алексей, хозяин. Приходите ещё. Давай. Хорошего. Я сейчас Соника буду подключать потихонечку. Ты не уволен, поздравляю. Спасибо. Пока.